Всем привет, дорогие друзья! С вами Гедон, и мы продолжаем проходить God of War! Итак, остановились мы на том, что я убил ещё одного тролля. Второго тролля. Вообще, их всего должно быть в игре 10 штук. И здесь у нас есть руны, с помощью которых можно разблокировать вот этот сундук, и, может быть, даже я увеличу своё здоровье. Так, минус одна. Вот здесь-то у нас цепь спустил от трей. Полезли наверх, посмотрим, что у нас наверху. Ого, ничего себе. Пойди сюда. Интересно. Пожалуй, стоит записать. Так. Ээээ, молитва Одину. Прими нашу жертву, могучий всеотец, и избавь Мидгард от дикой охоты Хель. Один, мудрейший из всех, чьё дыхание дало жизнь Аску и Эмбле, от которых пошёл наш народ, мы молим тебя о защите. Повели благородным валькириям истребить лишённых смерти. Повели своим славным сыновьям Тору и Балдуру защитить нас. Повели драконам пожрать ледяную орду. Спаси наши души, дабы мы продолжили служить тебе. Едва ли Один получил это послание? А может, ему было всё равно. Немножечко опыта. О, блин! Мне нужно за время шандарахнуть эти руны, и только тогда сундук откроется. Посмотрите. Она снова зажглась. Она снова зажглась. Ладно, придётся найти их сначала все. А потом уже. Быстро пробежаться. Не знаю, что мы тут делаем. Мысли. Сундук пытаемся открыть. Что ж ты... Что ж ты... Вот так. Здесь у нас хпшечка. Так, туда я пока не пойду. Я видел ещё одну фиговину. Вот она здесь висит. И где-то должна быть третья. Где-то должна быть третья штукенция. О, сундучок. Мы ему всегда рады. Там ништячок маленький. Рубленное серебро. Спасибо. Так, вторую я нашёл. Где же третья? Она тоже должна быть где-то вот в зоне досягаемости. Не знаю, что мы тут делаем. Ну, сундук. Сундук мы пытаемся открыть. Ну, ты чего? Ну, алё. Вдалеке ничего не светится. А, вот же он. Ёлки-палки. Так, ну ладно. Тогда мы фигачим тот. Зараза. Так, ладно. А если вот так? Навесом. Экс. Есть. Открыли. Ну, пусть будет яблочко. Давай, яблочко. Есть, яблочко. Здоровье увеличено. Три из трёх. Максимальное здоровье увеличено. Вы собрали три яблока и дон. Максимальное здоровье увеличено. О, солидно. Слушайте, это не на какую-то такую пупку, да, маленькую увеличено, а прям норм так увеличено. Класс. Класс. Всё, погнали дальше. Я слышу впереди твою добычу. Я знал, что кабан... Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Ну, я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан. Так догоняй. Классно, что среди всего этого мы продолжаем вот какие-то такие вот обучающие моменты. Это клёво. Это клёво. Будь готов. Снова люди? Ой. Что-то другое. Сейчас что-то будет. Ещё один глаз Одина. Тут эти странные дохлые твари. Хорошо, что, блин, дохлые. Опа. Сундучело. Нормально. Тоже серебро-то оставляет. Тут и драга есть. Они что, сражались? Может, уходили в спешке? Или убегали? Хе-хе-хе. Со всех ног. Еще один лик, видимо. Пять из девяти. Хорошо. Хорошо. Сундучок. Старый добрый. Надо вспомнить комбинацию, блин. А то я её взял и сейчас забыл просто. Раз, два, три. Сильный. Нет. Раз, два. Во. Раз, два, три. Бам. Хорошо. А еще я могу как-то супер-мега-сильный сделать. Это, кажется... О, да. Вот он. Шикарно. Все. Вспомнили. Я сам. Локоть вверх, не дрожать. Спокойно. Не спешай точно в цель. Попал! Не упусти. Не упусти. Но он слишком увлекся им. И убежал. И ножа нету. Черт. Мальчик. Мальчик. Какой мальчик? Почему ты называешь его мальчик? Где ты? Скорее, отец. Мне кто-то пудрит мозги. Я нашел! Атрей! Он замедляется! Подожди меня! Сорвет, сюда! Черт возьми. Атрей! Где? Он не отвечает. Что надо делать? Прости. Атрей! Мы не знали, что он чей-то. Он не чей-то. Он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Держи, говорю. Он теряет кровь. Он последний в этом мире. А вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались. Тренировались они. Мне очень, мне очень жаль. Прижимай сильнее. Это моя вина. Надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так, ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Сперва слева. Зажми и держи. Теперь справа. Зажми крепче. Да. Теперь соедини их и держи ровнее. Цуна. Фокал. А ты ведьма. Здесь я его не исцелю. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Он не должен погибнуть. Хорошо. Сейчас он спокоен. Ему лучше. Грейса. Сюда. Дин, я вспомнил Иван Васильевич меняет профессию. Да ты ведьма! Блин. Но это не обычная перемена геймплея. Этот ваг для тебя великоват. Мне мама сделала. Сказала, она выросла. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она... Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я... Соболезную вашей потере. Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хэмилэй! Гляди! Все хорошо. Он мирный? Мальчик. Не бойся. Ему ничто не грозит. Она хорошая. Быстрей! Положи его на доску. Держи крепко. Держи крепко. Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Что еще? Я... Я вижу, что ты бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты? И кто он сам? Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют. Уж поверь. Я знаю. Когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Ладно. Сердечник. Давай, злой. Твою мать. Только что убивал великана. Теперь нужно тащиться рвать белые цветы в саду. По приказу какой-то женщины. Блин, как же здесь красиво. Я не ожидал на такую перемену. Класс. Ведьма-то прикольная. О, сколько рыбки. Она не испортится как бы вот. Или она ее вялит тут? Наверное. Нет, вялит она ее. Нет, тут она сушит шкуры. Какие-то странные у вас заборы. Ей бог. Ну ладно. Чего жаловаться-то? Красиво же. Красиво, блин. Хочу тут пошариться. О, чё это? Сердечник? Ща я и цветов нарву. Букет, блин. Вернитесь к отрею. Ой, ну красота вообще неописуемая. Так, он где-то здесь в огороде рвал корень. Чё-то у него не особо выходило, надо сказать. Поможешь. У меня... Никак. Пригодится. Я выронил? Как догнался за кабаном. Но как же так? Я... Я... Я же не мог его... Ты его потерял. Я теперь буду внимательнее. А, здесь я пройти не могу? Ну да, хорошо, ладно. Через окна не будем забираться в дом. Да, то, что нужно. Он будет жить? Да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Ты же скрываешься? Этот знак спрячет от... Тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? Луина. Луина. Эмили! Под домом есть тропа. Она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе, а затем на свет солнца. Мы еще увидимся? А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Идем. Этот подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе. Возьмите лодку. Стойте. Возьмите это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к цели. Я получил компас ведьмы. О, теперь у меня есть компас. Надо же. Черт возьми. Пещера ведьмы. Область открыта. Я вижу лодку. О, это... Что за дверь? Черт возьми. Мама рассказывала мне сказки про кошмаров, пока, ну... Пока мне не начали сниться кошмары. Очень расстроился, но она сказала, что это тоже часть жизни, что в ужасе есть своя красота. Она во всем видела светлую сторону, даже в этих жутких летающих глазенках. Говорят, что кошмаров назвали в честь Мары, древнего существа, которое садится на грудь спящих и питается их. У них у людей кошмары. Страхами. У них сами кошмары. Я не помню. Жаль, у нее нельзя спросить. Действительно жаль. Что за дверь? Что за дверь? Ха. Похоже, не работает. Да. Не все проблемы в жизни решаются метанием топора. А хотелось бы. Сундук? Какой большой сундук. Я не могу устоять, я иду открывать. Это... Талисман средоточия жизни. Новый талисман. Прилив сил. Прилив здоровья, вернее. Для применения нажмите L1 плюс круг. То есть... А что мне с ним делать? Куда мне его зафигачивать? В одежду, что ли? Написано, экипировано. Может быть, он одноразовый? А, смотрите. Есть ячейка для талисмана. Так что, как бы, не все так просто. Что ж. Хорошо. Что-то новенькое. Так, ну, нам надо туда, наверное. Там, наверное... Да, вон там лодка. Поэтому я вернусь назад. Там есть спуск. Что там такое? Погодите-ка. А? Что это за фигня? Какой-то круг непонятный. Но он явно топором не активируется, да? Может быть, это... Какой-то сундук? Как туда попасть? Наверное, нужно вот эту дверь открыть, и тогда мы туда попадем. Ладно. Ох, нифига я откорился. Это как я так делаю? Что-то мой... Удар как-то посильнее стал, слушайте. Неожиданно. Цвет меняет, нет? Нет, не меняет. Так, а туда я, конечно, не переберусь. Наверное, мне нужна будет лодка или что-то наподобие. Еще один сундук, смотрите-ка. Угу. Что это? Он тяжелый? Да. Они похожи. Хм. Интересно, зачем? А, может, я в воду свалю, он плавать будет? Я на ту сторону переберусь. Сейчас узнаем. Эээ... О! Не касайся воды. Почему? А ты знаешь, что там под водой? Нет. Вода черная. Поэтому и не касайся ее. Боги не умеют плавать. Ну ладно, нет. Типа, мало ли что. Еще один лик. А что делать с... Хм. Хрен знает, что это такое и зачем нам нужен. Так, тут ничего нету. Окей. Догори, доберемся быстро. Мне просто не верится, что я тут. Что все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов. А то и собственные постели. Ты не виноват в том, что болен. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. Что-то сюда я не пришвартуюсь, по-моему, да? Там наверху еще что-то. А как туда попасть? Вон оттуда. А как попасть туда? Что-то я без понятия, если честно. Вот эта платформа. Там еще одна платформа. Знаете, как будто тут платформы не хватает. Там вообще сундук спрятан. Ладно, мы еще сюда вернемся, я думаю. Поплыли. Вон и гора. Вау. Смотри, как мы близко. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах? Если это запах моря... Море воняет. Че это море воняет? Да ладно. Вроде нормально. Смотри-ка. Это Тор. Тор. Бог грома. Точно. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. О. Похоже на Бальдра. Бальдар. Он ас. Сын Одина и Фрик. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? Бальдар. Ха. Бальдар. Так вот кто это такой. Все-таки сынок Одина. Ну да, у него там достаточно сынков было от разных женщин. Или богинь. Или я не знаю как там. Да. Что это работает. А это что? Стена? Сделана из... Что это? Не отвечай. Это змей. Это же змей. Это не стена. Это тот самый чертов змей. Который был у нас на картинках. Всяких там обоях и так далее. Вообще прикольно тут рассекать. Наверное можно найти что-нибудь интересное. Вы просто так не вылезешь из лодки. Так что я... Примерные какие-то... А что там светится? Типа маяка какого-то. Я вроде что-то вижу. Прямо посередине озера. Смотрите светящуюся статую. У него на груди какие-то руны. Мне отсюда не разглядеть. Ну-ка. Написано. Пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира. Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Что, правда бросишь? Топор не вернулся. Держись, сын! Ладно! Что это такое? Это мировой змей! Только не бойся! Не боюсь! Здорово! Он говорит? Да! Мама сказала, он добрый! Что он говорит? Я не знаю! Это потрясающе! Смотри! Вон там разбитый корабль! Видишь? А вон статуя Тора! Только теперь ее стало видно лучше! Змей вылез, и вода убыла. А, вот почему тут берега раньше не было, да? А вон гора! И это строение ведет от подножия горы к золотому храму! Все это было под водой. Все, кроме статуи. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. Мы сначала причалим, да? Мы первые, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь об этом змеи? Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Типа урабороса. Мы разбудили мирового змея Мидгардов. Офигеть. Папа думал, что он нас ест, но мама всегда называла его Йормунганда. Вернее, мама всегда называла Йормунганда добрым великаном. Йормунгант. Гант. Да. Мне надо запомнить. Он пытался с нами поговорить, но я ничего не понял. Наверное, это был язык, на котором говорят великаны. Кажется, мы ему не очень интересны. Хотел бы я с ним поговорить. У меня столько вопросов. Откуда он взялся? Чем занимается? Что ест на обед? Надеюсь, мы все-таки найдем способ с ним побеседовать. Прикольно, девичок. Ну что, причаливаем, ребят? Да, это было круто. Тогда это все построили. Очень-очень давно. Это было очень круто. Ну что ж, мы встретимся с вами уже в следующей серии. А на этом у меня все. С вами был Гидеон. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо и до следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok